Их нужно доставить живыми! Сколько можно повторять? Значит, доставить живыми? Заткнись! Приветствуемые дорогие космические ковбои! И добро пожаловать на межгалактический канал, коротко, а не коротком. С вами, как всегда, Кин, и доставайте ваши стволы. Охота начинается. Знакомьтесь, Спайк Шпигель, охотник за головами, или проще ковбой, рассекающий вместе со своим напарником Джет Блэком на корабле Би Бопе. Каждый день этих ребят бесконечная погоня за наживой, и можно было бы подумать, что они живут как короли. Но не тут-то было. Несмотря на то, что они довольно-таки хороши в своем ремесле, им то и дело не везет. То добычу пристреля, то после нанесенного ими ущерба чек с наградой становится все меньше и меньше. Это что, блин, шутка? И по итогу корабль разваливается на глазах. А из еды только лапша с болгарским перцем. Но это еще не самое плохое. Гораздо хуже и опасней то, что прошлая Спайка настигает его по пятам. Чувствуете? Ах да, это запах злобных комментариев о том, какое я говно невежественное и что вкуса у меня нет. А все потому, что мне понравился Ковбой Би Боб от Нетфликс. Ах да, аниме меня особо не впечатлило. Эй! Нет, я ни в коем случае не скажу, что аниме плохое. Просто я посмотрел пять серий и меня как-то особо не затянуло. И какого-то прям вау-эффекта я не словил. На самом деле, ей от сериала не то, чтобы прям в большом восторге. Просто я не особо люблю космическую тематику и тематику вестернов. Но все же, если сравнивать из увиденного, то сериал мне больше понравился, потому что он более динамичный, что ли, в отличие от аниме. Дело в том, что за увиденные пять серий аниме мне показалось более спокойным. С экшоном, конечно, не без этого, но все же более спокойным и умиротворенным, что ли. Насчет сюжета, снова же отталкиваясь от пяти серий, я скажу так. Порой сериал покадрово цитирует аниме. Но дабы вместить большее в меньшее число серий, он смешивает события. То есть Фэй появляется уже в первой серии сериала. Хотя в стычке с Азимовым ее не было. Тут же в скором времени появляется и Виша Старгариен. Хотя в аниме поначалу на него намеков и не было. Повторюсь, я не являюсь фанатом этого аниме. Но если вы один из них, то, судя по отзывам, вам смотреть Ковбоя от Нетфликс крайне не рекомендуется. Дабы не словить задовоспламенение. Но знаете, если вы его словите, то я даже смогу вас понять. Просто недавно Хулу выродил экранизацию последнего мужчины. И это кошмар. В Ковбоя хотя бы персонажи живые и история динамичная. Но в последнем мужчине, я уж промолчу, это совсем другая история. Вообще, я заметил, что Ковбой Бибоб вызвал эффект Стражи и Ведьмака. А именно, я то и дело натыкаюсь на комментарии. Аниме смотрел, сериал говно. Аниме не смотрел, сериал шикарен. Есть, конечно, исключения, но они единичны. Ровно на такие же комментарии, само собой по отношению к книгам, я натыкался под постами с Ведьмаком. И подобную же ситуацию можно наблюдать даже под моим обзором на Стражу. Только в случае с Ковбоем, фанатов аниме поддерживают ещё и критики, разгромившие сериал. Но знаете, я тут заметил один интересный момент. Что критики, что фанаты аниме кричат об одном. А именно о том, что Ковбой Бибоб от Netflix – это херовая экранизация аниме. Может, оно и так. Как я и сказал, аниме я смотрел не целиком. Но при этом, почему-то никто не рассматривает сериал как самостоятельное произведение, коим он и является. То есть, для его просмотра не надо смотреть аниме, не надо читать мангу. И любой непосвященный зритель может с лёгкостью вникнуть в эту историю, так как она самостоятельна. Но рассмотреть сериал с этой стороны, почему-то многие не хотят. Кстати, забавно, что когда критики пишут, что какой-то фильм говно, я натыкаюсь на такие комментарии. В 2021-м кто-то ещё слушает критиков? Но зато, когда критики обрушились на сериал, я натыкался на такие отзывы. И если даже критикам не понравилось, то о чём тут можно вообще говорить? И тут у нас два варианта. То есть, люди всё-таки соглашаются с критиками и приводят их оценки как аргумент, когда это им удобно. Что касательно минусов, я бы выделил три основных момента. Во-первых, визуал космоса и кораблей. Серьёзно, Netflix, ты можешь и лучше. Ну а подобный визуал мы в короткометражках на стримах смотрим. Второе, некая театральность происходящего. То есть, я имею в виду, местами лёгкое переигрывание. Супер пафосные речи и всё в этом духе. Хотя, в то же время, это добавляет некого шарма. В общем, тут я не определился, хорошо это или плохо. Ну и в-третьих, мисс каст. Мисс каст возраста Спайка. Дело в том, что Джон Чо шикарный харизматичный актёр. И будь он помоложе, он бы идеально подошёл на каст Спайка. Но проблема в том, что Джону полтинник. А возраст Спайка в аниме я точно не знаю, но не больше 30. В аниме это добавляет изюминку тем, что отношения между Спайком и Джеттом выглядят слегка комично. Словно между отцом и сыном. Тут же они скорее братаны. Это не делает сериал хуже, просто меняет подачу некоторых моментов. А вот, как по мне, реальный мисс каст. Это Джулия. Конечно, это дело вкуса, но актриса мне абсолютно не понравилась в этой роли. Из того, что меня позабавило, могу отметить, что я натыкался на комментарии, что Фэй не такая пышногрудая, как в аниме. И одевается в менее броские наряды. И на этом мне хочется сказать... Вы серьёзно? То есть, если бы на роль Фэй выбрали какую-нибудь Аню Семенович с её выдающимися актёрскими талантами, то вы бы все кипятком писались? Как по мне, Даниэла Пинеда шикарно справилась с ролью Фэй. Но снова же, повторюсь, это дело вкуса. Призрак, готовый чуть что устроить бойню. И всего один отличительный признак. Он... Кстати, что интересно, я не слышал ни одной жалобы по поводу каста Джетта Блэка, даже несмотря на изменение цвета кожи персонажа. Комиссия Астроврат будет снята с вашего счёта. Я ещё поссать планирую. Может, и за это снимете? Уже снимаем, Бибоп. Ну а в целом, за исключением Джулия, я как таковых минусов, по крайней мере лично для себя, не увидел. Но я больше чем уверен, что в комментариях мне напишут, кто я на самом деле такой, и разложат по полочкам, почему сериал говно. Ну что ж, отвечу на это только одно. Буду ждать. Ну и на этом предлагаю подвести итог. И для начала повторюсь, как в случае со Стражей. Если вы фанат оригинального аниме, обожаете его и души в нём не чаете, то ни в коем случае, повторяюсь, ни в коем случае не смотрите как Бобби Моп от Нетфликс. Для всех же остальных, если вам по душе истории харизматичных бандитов, космо, тематика, лёгкая упоротость под ритмы джаза, и вы готовы закрыть глаза на небольшую театральность происходящего, то приятного просмотра. Конечно, вряд ли этот сериал вызовет вас бурю эмоций, но поднять настроение он сможет. Теперь к основным характеристикам. На момент записи ролика имеется один полноценный сезон. Слухов о продолжении пока что не поступало. Количество серий в сезоне – 10. Продолжительность серии – 50-55 минут. Смотрел я сериал с озвучкой дубляжа. Среди главных ролей вы можете узнать Джона Чо, Мустафу Шакиру, Даниэлу Пинеду и Алекса Хассела. И да, скорее всего, в ближайшее время выйдут, ну или уже вышли, видео о том, почему Ковбой Би Боб от Нетфликс сосёт огромную жопу по сравнению с оригиналом. Но мой вам совет – перед их просмотром хотя бы попробуйте посмотреть сами и составьте своё мнение. Ну и напишите в комментариях, будете ли смотреть сериал, или может быть уже посмотрели, и как он вам. А если не будете смотреть, то напишите, почему не будете. Ну а на этом у нас всё, мои дорогие космические ковбои. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Иначе на вас объявят охоту. Ну а в описании я оставлю ссылки, по которым вы можете подкинуть пару монет охотникам. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которую мы периодически выкладываем разные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии, если вас не поймают. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok